Ирина Санджак в числе первых, кто пришёл на ярмарку вакансии. По образованию женщина-медик. Но по специальности давно не работала, уезжала из города. Теперь же, по возвращению в Бобруйск, вопрос трудоустройства стал для неё остро. Однако, по её словам, выбор пока невелик. Соискательницы предложили работу в регистратуре первой поликлиники. Ирина пока в раздумьях. Если сюда не устроится, будет продолжать поиски. Смотря что мне предложат, какие условия, естественно, мы будем договариваться, смотреть, подходит, не подходит, подходит, пожалуйста, не подходит, дальше будем искать. Все критерии, которые должны быть соблюдены и работодателем, естественно, все условия труда, оплата, условия, коллектив, всё в совокупности. На сегодня в Управлении по труду, занятости и социальной защите зарегистрировано 538 безработных. А биржа предлагает 1530 вакансий. То есть, фактически на одного человека приходится около трёх мест работы. Наиболее востребованы на рынке труда бобруйские рабочие специальности. Но есть и вакансии на руководящей должности. Среди работодателей Бобруйска Громаш, Каменский психоневрологический дом-интернат, домостроительный комбинат, стройтрест номер 13, Бобруйск мебель и не только. На сегодняшний день у нас требуются специальности, такие сантехники, мастера сантехников, тракторист, плотник, уборщик помещений, мастера. Вот такие вот в основном специальности. В связи с увеличением объёмов производства требуется более 15 рабочих профессий, 8 инженерно-технических специальностей работников. В основном это слесаря, механосборочных работ, токаря, фрезеровщики, станочники широкого профиля, электросварщики, резчики различные металлы. Сегодняшняя ярмарка вакансий уже четвёртая по счёту в этом году. Организаторы считают её наиболее эффективной формой взаимодействия нанимателей и соискателей. Ведь это экономит время обеих сторон и позволяет потенциальным работникам получить всю интересующую информацию из первых уст. Соискатель, ему нет необходимости объезжать несколько предприятий, несколько точек. Скажем так, он приходит сюда, получает полностью комплекс услуг, как потенциальных работодателей, так и центра занятости. Поскольку здесь сразу проходит консультирование граждан и по вопросам работы центра занятости. Зарплата по предлагаемым специальностям разная – от 350 до 1000 рублей, в зависимости от опыта и квалификации. Требования для соискателей минимальные. Главное – образование и желание работать. Людмила Любенцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.